15 часов столицы у микрофона Елена Леховская. Здравствуйте, в эфире информационная программа Эхо и вот ее главные темы. В Самаре в эти минуты начинается митинг Алексея Навального. Мэрия города, сообщая о мероприятии, исказила информацию о решении суда. Еще один информатор ВАДА Виталий Степанов обратился в Международный Олимпийский комитет по поводу участия сборной России в Олимпиаде в Пхенчхане. Глава Роскомнадзора заявил об отсутствии цензуры в российском сегменте интернета. Мэрия Самары исказила решение суда, признавшего незаконным отказ проведения митинга сторонников Алексея Навального. По версии местной администрации, суд подтвердил правоту чиновников. С подробностями Евгений Снегов. Сегодня утром стало известно, что полицейские разобрали сцену для митинга Навального. Акция должна начаться уже в ближайшие минуты. Информатор Всемирного антидопингового агентства Виталий Степанов призвал Международный Олимпийский комитет отстранить весь состав российской сборной от зимних игр в Пхенчхане. Подробнее на заявлении бывшего сотрудника Росада в материале Андрея Ежова. Допинговая система, по словам информатора ВАДА, попросившего убежище в США, поставила крест на мечтах сотен спортсменов. Если разборную допустят участие в ребяте, это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так потерпелись. Уверен осведомитель. Обращаясь к чиновникам Международного Олимпийского комитета, он вывезал надежду, что им хватит смелости принять верное решение. Напомню, по некоторым данным, Бог все же намерен разрешить России участвовать в играх, но под нейтральным флагом. С традиционной атрибутикой спортсмены выставить вряд ли смогут. В Бензе на Нью-Йорк Таймс ранее писала, что кроме ограничительных мер, касающихся сбоны, Международный Олимпийский комитет может взыскать с Россией существующие штрафы государственной системы поддержки. Допинга. Напомню, что окончательное решение об участии России в играх будет известно уже во вторник. Тем временем, агентство AirSport сообщает, что ВАДА подтвердили подлинность данных из базы Московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015, который ранее предоставил ВАДА информатор Григорий Родченков. Похоже, что его сведения подтверждаются, приводит агентство AirSport, слова главы отдела расследований ВАДА Гюнтера Юнгера. Целью ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Израиля по окрестностям Дамаска, была военная база Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sky News Arabia. По данным издания Times of Israel, в ходе атаки был уничтожен военный склад. Этот ракетный удар демонстрирует попытку Израиля не допустить присутствия иранских сил в Сирии. Такое мнение в интервью Эхо высказала востоковед Елена Супонина. Продолжение следует... Супонина добавила, что Израиль в первую очередь действует из соображений собственной безопасности. В завершении выпуска о погоде в Москве сейчас минус 2 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 92%. Завтра в столице ожидается облачная погода, дождь со снегом, гололед 0,2 градуса. Елена Лиховская, служба информации, Эх, Москвы. Ну вот, никто и не пришел. Ну вот. Вот так вот. Да. А мы ждали. А мы ждали. А мы ждали. Казино в воскресенье после 15 часов. Для тех, кто не понял, реклама. В это воскресенье в программе «Галопом по Европам» путешествуем по северу Германии. Гамбург, Бремен, Ганновер, Росток, Любик, а также маленькие курортные города подвели. Посмотрел старство, наши все далеко там за минуту, девочки. Я даже включить не могу. Не будет пока. Ну, то есть все плохо. Ну, ясно. Ну, там что-то у нас первая там минута с копейками. А маечка будет? Свет, не знаешь? Ну, раз не сказали. Вот любой. Вот этот, этот, этот. Нет, здесь есть. Ну, естественно. А вот, любые эти микрофоны выбирать? Любые, где хотите, где удобнее. Садитесь, где удобнее. Так. 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 Продолжение следует... 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 И так или иначе, вот их что-то привлекает в той деятельности, которой они занимаются. И мы просто пытаемся объединять людей, которые увлекаются прежде всего наукой, и людей, которые хотят эту науку доносить в массы. И умеют, самое главное, рассказывать об этом просто понятно. Ну, прежде всего, проект занимается непосредственно организацией мероприятий. А мероприятие — это что, лекции? Лекции. А кто читает лекции? А лекции читают, собственно, вот такие люди, как Игорь. То есть люди, которые более... Я могу поподробнее рассказать как раз с моей точки зрения. Я пришел в проект «Курилка Готенберга». Оно, в принципе, не случайно, наверное. Я просто знал ребят оттуда. И меня пригласили. Я был очень рад, потому что у «Курилки» очень большая аудитория. То есть и на YouTube аудитория есть, есть также залы большие. Им предоставляют большие залы, причем бесплатно, по-моему, предоставляются. То есть приходит туда несколько сот человек. То есть можно, так сказать, нести прямо знания или науку в массы. Но главная цель таких лекций, она состоит в том, что, например, я в чем-то разобрался хорошо, что-то прочитал, что-то узнал. Мне это нравится, я хочу поделиться с людьми. Ну, допустим, с кем я могу поделиться? С друзьями, рассказать кому-то, не знаю, в ВКонтакте написать. Читать книжку недостаточно, конечно. Да, ну понятно, что прочитать книжку недостаточно, но у меня должен быть какой-то опыт свой. И я вот с этим опытом, со своими знаниями прихожу и больше аудитории рассказываю про то, что я вот узнал. Возможно, кто-то из них заинтересуется. То есть задача не дать точную научную картину мира с помощью лекции и сказать, что вот это вот так. Вот смотрите, это, наверное, все-таки в университетах такое. А дать какое-то направление, сказать, вот это интересно, да, посмотрите, а копать нужно уже там-то, там-то. Конечно, люди, там такой формат лекции, что там где-то дается 30-40 минут. За 30-40 минут вряд ли можно рассказать все, да. А вот как раз в книгах вот этих можно рассказать все. Вот формат книги совсем другой, да. А формат лекции как раз-таки дать такие пунктики, пункты, да, вот такие дать. И люди скажут, а, вот мне вот это интересен, я вот буду вот про это читать или что-то еще. Потом они подходят после лекции и уже подробнее спрашивают про какие-то определенные вещи, про которые я сказал. Вы про что читаете лекции? Ой, ну вот у меня самая такая интересная была, ну, с моей точки зрения, лекция, это про поиск их за планет. Да, ну, мне это самому интересно. Я, кстати, к сожалению, прям конкретно поиском не занимался, но я участвовал в проекте гражданской науки, который занимается поиском экзопланет. Ну, то есть я в нескольких проектах участвовал. Давайте скажем, что такое экзопланеты для нескушенных слушателей. Экзо — это значит планеты вне Солнечной системы, ну, то есть планеты в нашей галактике, например. То есть где-то еще, кроме Солнечной системы. Да, любая планета у другой звезды. У другой звезды, да. Так, начали читать, изучать эту тему. Да, начал изучать, мне понравилось, я хотел об этом рассказать людям. Ну, вроде получилось, потому что на Ютьюбе просмотры и отзывы хорошие, вот. И по этой лекции меня находят другие люди, то есть обращаются ко мне с просьбой почитать лекцию. То есть это такая входная точка, как бы. И надо еще сказать, что на Ютьюбе есть канал, да, специальный? У проекта есть канал, да. На данный момент там 45 тысяч человек, и мы вот ежедневно укладываем туда новые лекции. на самые различные тематики. Их огромное. Вот там одних плейлистов тематических штук, наверное, 30 или 40 уже перестали считать. Я читала, просто думала, что тоже об этом важно сказать. Там же есть субтитры, да, для слабослышащих. Мы пытались это вот запустить, но вот это как бы отражает суть курилки. То есть мы пытаемся охватить... Максимально большую аудиторию. Максимально большую аудиторию, но не в плане, так скажем, как это делает большинство людей. Вот там условно какой-то хайп их интересует. Вот появилась какая-то горячая тема, и они тут же ее осваивают. Мы немного с другой точки зрения к этому подходим. Нас интересует непосредственно донесение научных каких-то фактов, которые могут заинтересовать эту аудиторию. И вот люди, которые слабовидящие, для них, естественно, или там слабослышащики, естественно, для них нужны иные какие-то методики. Для слабовидящих мы пытались... Ой, для слабослышащих мы пытались ввести субтитры. Но вот так как проект волонтерский, естественно, это все упирается в возможности людей, которые в нем участвуют, потому что мотивировать переводить аудиодорожку в текстовый формат Ну, это достаточно объемный масштаб работы. Но у нас есть лекции где-то штук 10, которые с субтитрами наиболее популярны. И я думаю, какое-то значение это имело, в том числе для людей, для которых это предназначено. Но поставить на поток это, к сожалению, не получилось. Пока не получается. Мы говорим о Ютьюбе, говорим об интернете, да, понятно, что это в основном молодежная аудитория. Да, молодежь. А как, на ваш взгляд, вообще молодежь сейчас интересуется наукой или другие какие-то интересы? Молодежь очень сильно интересуется наукой. Естественно, вот за всю молодежь я не могу сказать, потому что... Ну вот на лекции кто ходит? Пенсионеры? 25-35, основная аудитория. Основная аудитория, на самом деле, где-то от 18 до 35 лет. Даже вот так, да. То есть ходят в основном студенты, люди, которые уже с высшим образованием, с одним или даже с двумя. Так или иначе, это аудитория, интересующаяся окружающим миром, потому что, собственно, и цель проекта заинтересовать человека в тех тематиках, которых они, возможно, даже раньше никогда не слышали. Я сразу, пока не потерялся этой смс-ки, спрошу Виктору, уточняет, как называется блог или канал на Ютьюбе? Курилка Гутенберга. Виктор, вот так называется, ищите и смотрите. Да, я перебила, прошу прощения. А в аудитории, на самом деле, на данный момент в России, можно сказать, происходит такой просветительский ренессанс. Появляется огромное количество проектов, которые занимаются просветительской деятельностью в самых различных форматах. Это и мероприятия, это и лекции, это и книги, и, собственно, наша серия подтверждения. И вот сложно даже назвать какую-то область или формат донесения информации, в которой еще не был бы освоен. Наука пытается, просветительский проект пытается проникнуть во все слои общества, чтобы доносить на максимально широкую аудиторию, потому что в этом суть просветительства. Охватить максимально широкую аудиторию. И, да, молодежь, она, конечно, за счет того, что наиболее активно пользуется интернетом, она в это легче от всех вникает, ее легче всех к этому привлечь. Так что интернет — это неотъемлемая часть, на самом деле. Какие сферы, по вашим наблюдениям, больше всего интересны? Физика, химия, астрономия, я не знаю. Космос безумно интересен. Нейротематики, то есть связанные с мозгом. И биология. Биология, наверное, номер один на данный момент в плане популяризации. Потому что охватывается не только, так скажем, абстрактно-научные тематики, но и непосредственно какие-то бытовые, которые нас окружают. Например, проблема ГМО, гомеопатии. То есть эти темы достаточно активно обсуждаются в последние годы в России, и ученые пытаются внести свою лепту. Лекарства для бессмертия не ищут. Ученые ищут? В моей юности вот эта тема была очень популярна. Ученые ищут, но не лекарства от бессмертия, скорее. Для бессмертия. Для бессмертия. От бессмертия, да. От смерти, да. Пытаются находить возможности борьбы с различными заболеваниями. Конечно, там наиболее активно изучающаяся на данный момент область это CRISPR-9. Это методика редактирования генома непосредственно в клетках человека. Прямо вот можно у живого человека, у которого, допустим, это хроническое заболевание генстическое. Нужные качества оставить, а не нужно убрать. Ну, вот если аудитория... Плохую мутацию избавляет от плохой мутации. Да, ну, условно. А если довести уже все до абсурда и злоупотреблений, то оставлять... Ну, может, фантастику все читаем. Ну, вот наиболее популярный фильм выходил на эту тему... Ой, как же его называется-то? Ну, в общем... Ну, про что? Про то, что, собственно, мир был построен так, что все люди в нем были генетически идеальны. Можно было у своего ребенка запрограммировать цвет волос, цвет глаз, физические параметры, умственные параметры. Вот именно за счет, так скажем, редактирования генома. И на данный момент... Ну, это, конечно, фантастика. Как бы генетика и медицина не стремятся к тому, чтобы сделать людей бессмертными. Хотя, конечно, и хочется удлинить срок жизни и избавиться от хронических болезней. Но... То есть тут у медицины достаточно большое количество этических проблем, которые приходится решать. как раз просвещение решает часть этих политических проблем. И вот, кстати, по поводу генома. Все-таки не все можно редактировать. Есть же какие-то поведенческие признаки. То есть социальные какие-то вещи. То есть не все понятно. Исключительно, так скажем, то, что в генах заложено. Если у человека какое-то врожденное генетическое заболевание, они бывают совершенно страшные. И сложно себе представить. Вот одна из самых последних новостей. это когда вот есть болезнь, которая отражается в том-то, что у человека исключительно ранимая кожа. То есть любое прикосновение... Люди бабочки называются. Да. И вот на одном мальчике, у которого такая болезнь, взяли его кожу, как бы клетки кожи, и избавили эти клетки от этой болезни. И делали пересадки. По сути, его собственная кожа, но уже избавленная от этого хренчика заболевания. И в итоге, вместо того, чтобы умирать, ребенок сейчас ходит в школу и играет в футбол. И это потрясающая совершенно вещь. В каком стране самое главное это произойдет? Это не в России, к сожалению. Но надеюсь, что у нас такие исследования будут активно поддерживать государство. Потому что это потрясающе. То есть и ради этого, собственно, стоит заниматься наукой и любить ее. И заниматься просвещением. Да, Игорь, да. Опять же, чтобы поддерживало государство, нужно, чтобы общество знало об этом и хотело это. То есть, чтобы запрос был, тогда государство будет поддерживать. А чтобы был запрос, нужно, чтобы просвещалось общество. И, соответственно, вот курилка часть этих функций выполняет. Какую-то долю маленькую. Слушатели очень интересуются. Это тоже к Игорю, видимо, вопрос. Как можно рассказать об экзопланетах на пальцах буквально за полчаса? Полчаса же лекции длится. Да, но я на пальцах и рассказывал. Я просто привел аналогии. Например, увидел лампочку. Сказал, вот представьте, лампочка — это звезда. Что экзопланета — это вот... У нас аудитория была довольно большой. Там где-то метров, наверное, 20. Я сказал, что на расстоянии 20 метров там маленькая песчинка будет. Или там, не знаю, горошинка. И вот представьте, что вы с такого расстояния пытаетесь увидеть это на расстоянии, не знаю, десятков световых лет, а сотен тысяч километров. То есть сразу люди понимают масштаб проблемы. То есть явно они эту горошинку не увидят. А если она еще рядом с этой лампочкой, или, например, я взял, сказал, что вот маленькая есть лампочка, да, есть большая лампочка, или там фонарь огромный, и рядом маленькая лампочка светит. И вы эту маленькую лампочку за этим фонарем никогда не увидите. И вот ученые сталкиваются с такими проблемами. То есть объяснить это можно легко на пальцах. То есть понятно, что люди же знают про планеты типа Юпитера, типа Марса. Я вот с этого начал. Я сказал, что у других звезд есть похожие на Марс и на Юпитер планеты. Они тоже так же называются. То есть планеты, например, горячие Юпитеры называются. Ну потому что у них температура поверхности выше, чем у нашего Юпитера, поэтому их называют горячие. Но он похож на Юпитер, то есть состоит из водорода, гелия. То есть такая же планета, но она больше, но и горячее. И поэтому у нас называли горячие Юпитеры. Ну и, соответственно, планеты, которые похожи на Землю, они называются сверхземли, то есть большие. То есть они могут помазить там 3-4 Земли. Или, например, есть еще какие-то другие планеты. Нептуны, например. То есть похожие на нашу планету Нептун. То есть люди знают примерно про нашу планету. Они могут примерно понять... По аналогии представители, что представляют другие? В целом-то вся наука на аналогиях-то и строится. И у нас как бы проблема с этим возникла. То есть люди понимали, что Солнечная система образовалась вот так. И другие Солнечные системы, ну, другие звездные системы должны также образовываться. Но там возникла проблема, что, например, Юпитер ближе к звезде, а у нас они далеко. И вот там проблема возникает. То есть проблема в теории формирования, может быть, Солнечной системы. То есть для нашей Солнечной системы теория есть, она работает, ну, гипотеза, точнее, одна из гипотез. А для других звездных систем, например, эти гипотезы, они не подходят. И там приходится выдумывать свои гипотезы или что-то в этом духе. То есть рассказать об этом можно очень просто. Постараться. Или, например, про транзитный метод. Очень легко. Про транзитный метод вообще ничего не слышал. Не представляю себе, что это такое. Давайте легко и просто. Ну, просто фонарь у нас есть, и мы на фоне фонаря проведем, допустим, не знаю, маленькую горошинку проведем. Фонарь вроде как бы и не ослабевает, да? Но если мы каким-то прибором будем смотреть, например, фотометром, который измеряет вообще весь поток излучения, то он почувствует, что какая-то десятитысячная часть этого фонаря, ну, фонарь стал меньше светить, потому что он все-таки заслонился горошинкой на какую-то часть. А съела это горошина, это излучение. Часть, потому что часть фотонов заблокировалась горошинкой, и вот на площадь этой горошинки излучение-то и упало. И вот так вот транзитный метод-то и работает. А вот наш звукорежиссер Светлана Растусов все понимает, потому что имеет соответствующее образование. Ну, я, наверное... И подтверждает правильно. Вот для меня, например, я как дитя себя чувствую. Мне это безумно все интересно. Горошины, лампочки. Я себе, кстати, уже его представляю, и я уже тоже понимаю, что это не так страшно, на самом деле, вся эта астрономия, потому что это доступно пониманию человека. Тут еще есть небольшой нюанс. То некоторые планеты открывают, а потом их закрывают обратно. Ну, вот бывает так, что ошибки в наблюдениях происходят, потому что наблюдения обрабатываются не вручную, ну, и как бы вручную-то их не обработать, а компьютерной программой. То есть пишется программа, она под модель создается, и через эту модель прогоняются все данные наблюдательные. И в некоторых наблюдательных данных говорят, вот здесь планета. Потом смотрят в эту область и говорят, там нет планеты. А ученые подтвердили лишь по одной модели, что есть, а по другой, по другим наблюдениям не бывает. То есть бывает так, открыли планету, закрыли, потом снова открыли, потом снова закрыли. То есть 4-5 раз бывает так открывают, закрывают. То есть открывают, дают название. Название. Да-да-да, дают название, рассказывают про нее, что там якобы может даже жизнь быть, что она там как земля, а потом оказывается, что там вообще ее нет. То есть бывают такие случаи. То есть это неоднократно было. И вот я про это тоже рассказывал, чтобы дать понять людям, как работает наука. То есть наука — это не 100% эффективная вещь. Ну, то есть понятно, что ученые, бывает, ошибаются. Но они ошибаются, используя научный метод. Научный метод — самое эффективное, что у нас есть. Поэтому понятное дело, что не надо уповать на науку, что это там в других областях может 100% быть что-то. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну, там, наблюдая за экзопланетами, например, мы сейчас понимаем то, что наша Солнечная система достаточно сильно отличается от тех Солнечных систем, за которыми мы наблюдаем. Там, то есть, вот другие правила. Нет, то есть, например, горячие Юпитеры, которые помяты, они достаточно близко к звезде находятся. А наш Юпитер достаточно сильно удален. Есть, так скажем, детали в поведении планет. Там Земля, Венера, Марс, Меркурий. То есть, которые указываются, что, возможно, когда-то давным-давным-давно Юпитер находился, на самом деле, гораздо ближе к Солнцу, и он эмигрировал на дальнюю орбиту. Или вот у нас в Солнечной системе нет суперземли. То есть, планета, которая в 3-4 раза больше, чем Земля, является каменистой. И тоже это проблема. Вот почему у нас нет. Потому что везде обнаруживают такие планеты. Это самый распространенный класс планет на данный момент. Инопланетяне взорвали. Вот планета Икс, которую... Да, вот сейчас планета Икс. Плутон перестали считать планеты. Стали считать как бы плутоноиды, малые планеты. Карликовые. Да, карликовые. Тем не менее, математически обнаружили то, что, возможно, там на расстоянии в 10 тысяч... То есть, за плутоном еще какая-то планета. Ну, вот намного дальше. Далеко за плутоном. Очень, по-моему, в сотню раз дальше, чем Плутон. А в Плутон невероятно далеко. Находится какая-то математически выверенная... То есть, математически мы видим то, что что-то оказывает гравитационное воздействие на метеориты, на, собственно, карликовые планеты, которые двигаются по орбиту. Ну, хорошо, я понимаю, удаленные какие-то планеты, да. Свою-то Солнечную систему мы тоже не можем видеть всю. Ну, собственно, про это и речь. Потому что вот эта планета 9, которая... Плутон перестали считать 9, но нашли другую 9, которая является, скорее всего, по математическим моделям. Собственно, тот же самый Уран, если я не ошибаюсь, открыли математически. Да, его открыли на кончике пера. Да, то есть, его открыли без наблюдения в космосе. И вот просто по гравитационным аномалиям, которые он оставлял с собой. То же самое сейчас 9 планету вот ищут. Но вот, скорее всего, думаю, в ближайшие там пары, там, может, лет пять откроют. Ну, можно, наверное... У нас просто скоро новости, буквально минута остается, поэтому мы не будем начинать уже новый большой разговор. Мы зададим вопрос нашим слушателям. Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять номер для ваших СМС. Пока идут новости, вы сможете подумать и ответить. Галина спрашивает, можно ли попросить любительскую астрономию, можно, если вы правильно ответите на вопрос. Вопрос такой. Метеорные потоки — это раи полевых частиц вдоль кометных орбит, которые влетают в атмосферу Земли, когда она проходит вблизи орбиты той или иной кометы. Каждый год в мае-октябре мы видим потоки метеоритов. В это время Земля проходит вблизи орбиты единственной короткопериодической кометы, которая хорошо видна невооруженным глазом, как она называется. В общем, если упростить вопрос, как просто сказать, какую комету мы периодически видим невооруженным глазом? Ну, не совсем корректно будет. То, что вы говорили, это самое корректное. Вот я все это прочитала, просто повторить уже я это не успею. Ну, она связана с одним из метеорных потоков, которые в мае... Комета связана с одним из метеорных потоков, которые проходят в мае-октябре, и мы ее можем видеть невооруженным глазом. Что это за комета? Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Сразу после новостей все правильные ответы и продолжение разговора. Все, сейчас новости. Микрофон включен, поэтому тихонечко. Практически, вторая часть. 15.30 в столице. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство подтверждает подлинность данных, переданных информатором. Об этом сообщает немецкий телеканал АРД. Проверка сведений, переданных бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, завершена. Похоже, что действительно в течение нескольких лет принимались меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов, сказал глава отдела расследований ВАДы Гюнтер Юнгер. Несколько сотен человек пришли на митинг Алексея Навального в Самаре. Акция проходит в эти минуты. Городская администрация ранее отказалась согласовать проведение мероприятия, сославшись на то, что рядом с этой площадкой проходит чемпионат по танцу с живота. И территория нужна для парковки автобусов, на которых приехали участники и гости. Сторонники Навального обратились в суд, который признал решение об отказе согласовать мероприятие незаконным. В постановлении суда говорилось, что чиновники должны вновь рассмотреть заявку. Однако этого сделано не было, после чего в штабе Алексея Навального сообщили, что считают акцию согласованной. Владимир Путин собирается встретиться с представителями поместных православных церквей, которые прибыли в Москву. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча намечена на завтра. В сообщении говорится, что делегации прибыли на торжества, посвященные столетию становления патриаршества в Русской Православной Церкви. Пассажиры рейса Москва-Владикавказ во время полета спасли ребенка, потерявшего сознание. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа». Там уточнили, что медики, оказавшиеся на борту, привели в чувство тяжелобольного шестилетнего мальчика, а экипаж принес кислородный баллон, после чего ребенок благополучно долетел до Беслана. Там его встретили врачи скорой помощи. Между тем, в аэропорту Беслана сообщили РБК, что ничего не знают об этой истории. Землетрясение магнитудой около шести произошло у берегов Эквадора. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Очаг залегал на глубине 40 километров. Сведений о разрушениях не поступало. Красноярский Енисей завоевал Кубок России по хоккею с мячом. Он одержал победу над Хабаровским СКА «Нефтяник» со счетом 6-3. Решающий матч прошел в подмосковном Красногорске. О погоде в Москве сейчас минус 2 градуса, завтра 0,2, дождь со снегом, гололед. Елена Лиховская, служба информации «Эхо Москвы». Все знают. Все знают. Что, может, ответили? Ну. Ну, это простой вопрос. Простой, да. Вот, наверное, сам простой. Да, не на гуглее, не пустя. Ничего, для разогрева, разминки нормально. Надо вот про книжки, наверное, сейчас побольше. Да, мы сейчас как раз поговорим. А то так-то можно про астрономию. Часто. Да, тебя не остановишь. Да. А вы мне маячите, да. Что вы так? Загадочное сообщение. Этот абонент пытался отправить вам СМС. Ну, а что же помешало? Почему? Видимо, один человек непосредственно написал. Да, пытался отправить вам СМС. У нас еще любят писать, положите денег мне на телефон. Бывает такое. Ну, это же автоматически приходит. Абонент просит вас положить ему, пополнить его счет. Ну, что-то такое. Абонент просит вас. Без одной минуты четыре. Да, то есть пятьдесят десять минут, собственно. Да, все сказали, что. Мы должны успеть за двадцать минут рассказать. Сейчас все разложим. Но это же не проблема. Два вопросов там у нас еще дофига. А мы только один по телефону зададим, чтобы не отнимать время. Остальные все на СМС. Книжное казино. Радио «Эхо-Манквы». Ход свободный. Продолжаем. Я напомню только что в нашей студии. Роман Переборщиков, руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга» и продюсер книжной серии «Библиотека Гутенберга». Игорь Тирский, популяризатор астрономии, научный редактор книги «Любительская астрономия». Да, собственно, вот, которая у нас сегодня здесь. Да. Правильный ответ сразу. Это комета Галлея. Правильно ответил Антон. 916-659. Он получает книгу «Поздравляем победителя». Еще будем разыгрывать книги, так что никуда не уходить. Слушайте внимательно. Раз уж про астрономию мы начали говорить, давайте про любительскую астрономию и поговорим. Люди, открывшие небо. Я пролистала ее. Там в основном, да, про нашу Солнечную систему. Солнце, Луна и все дела. Ну, конечно. Там есть немножко и про галактики, и туманности. Но в целом там книга, она построена таким образом, что может служить и справочником, и путеводителем. Ну, грубо говоря, рассказывать о том вообще, что есть на небе. Школьникам можно читать? Нужно. С какого возраста? С любого. Ну, не знаю. Вот как интерес просыпается к этому. Обычно лет там, не знаю, в 10, то есть в 12. Я не помню, у нас астрономия вернули в школьную программу? Уже вернули. Уже вернули. Ну, все. Правда, вы, преподаватели, еще не успели подготовить, насколько известно. Может быть, старая старая. Учебники не успели подготовить, самое проблематичное. И эти учебники с ошибками, которые исправили кто-то. Кто-то исправил, кто-то нет. В общем, проблема есть. Я думаю, что эту книгу, конечно, можно рекомендовать всем практически. Ну, там, не знаю, вот кто начал интересоваться, там, не знаю, лет 10-9. У всех по-разному уже бывает. То есть я, например, в 12 лет начал интересоваться. То есть это вот тот возраст, когда человек интересуется наукой. Да, вот романчик. Вот, да, я хотел сказать, что книга, на самом деле, ну, она не детская. Вот, прежде всего, я хотел бы знать, но она будет понятна даже ребенку. Она очень легким языком написана. И как только вот, на самом деле, любой, вот, кто интересуется космосом, там, взглянув на звезды, думает, неплохо было бы на них взглянуть поближе в телескоп, это книга для него. Потому что вот она не только расскажет, как открывали космос вот наши предшественники, но и про то, что делается, что можно делать сегодня. Ну, я смотрю, что здесь просто в оглавлении есть общие рекомендации начинающим наблюдателю. Знакомство со звездным небом. Как все это, да, с чего начинать, на что смотреть, и что увидишь. Даже родителям лучше рекомендовать ее, чтобы они почитали, и дети, если будут задать вопросы какие-то, они им расскажут. А, вот, шпаргалка. Да, и это даже так, потому что там есть общие сведения об истории астрономии и о том, как вообще открывали небо. Ну, грубо говоря, там и в названии-то есть люди, открывшие небо, то есть о людях, которые как бы расширяли границы Вселенной, то есть которые показывали, что за нашим, там, за Сатурном, да, есть еще другая планета, да, там, дальше, что открывали различные кометы, то есть открывали небо в другом диапазоне, там, в радиодиапазоне. Я, конечно, все не буду рассказывать, но там еще есть очень интересная глава, глава интервью, интервью с любителями астрономии. То есть, да, то есть там три интервью, в которых представлены разные любители по разным направлениям, то есть это совершенно разные люди, один там человек открывал кометы, другой там занимается метеоритами, да, третий ведет блог авторский на YouTube, то есть у всех разный взгляд на все, и вот это очень хорошее интервью. Ну, я прочитал, я эти интервью не редактировал, то есть я был научным редактором, но эти интервью остались как есть. Ирина Познякова, она любитель астрономии, она очень давно этим занимается, увлекается с детства, к сожалению, у нее детский церебральный паралич, то есть она не может, ну, практически, ей сложно очень передвигаться периодически и общаться, то есть ее мало кто понимает, вот, но и поэтому она решила, чтобы ее вот через книгу воспринимали, то есть так лучше. Пишет она хорошо, то есть если вы где-то, ну, то есть если вы захотите почитать ее статьи перед тем, как купить книгу, чтобы убедиться, что автор хорошо пишет, вы можете просто набрать, ну, там, в Яндексе, в Гугле Ирина Познякова, астрономия и там что-то, Вега, например, набрать, ну, то есть у нее ник Ирина Вега, вы можете вот найти по ее нику, там много статей достаточно, и они довольно качественные, вот, так как у нее очень большой опыт именно в плане истории, то есть астрономии, то есть вот она большую часть книги посвятила именно историческому аспекту, вот, а также есть часть наблюдателя, она активно сама проводила наблюдения, то есть у нее есть опыт наблюдателя, она сама наблюдала многие вещи, то есть вот многие явления, например, как транзит Венеры по диску Солнца, это такие уникальные явления, да, то есть их мало кто видел вообще, там, затмение, вот, и она про это все рассказала в большейших подробностях, то есть там даются советы именно, как конкретно наблюдать какие-то явления, то есть это будет полезно для тех, у кого есть телескоп, то есть вот люди купили телескоп и не знают, что с ним делать. А может быть, люди захотят купить телескоп, прочитать? Ну, это книга, собственно, такая, это настольная книга любителя космоса, по сути, любителя астрономии, потому что в ней и очень познавательные исторические рассказы про то, как люди без какого-либо образования, без какого-либо опыта просто на одном увлечении и энтузиазме начинали заниматься изучением астрономии, создавали собственноручно телескопы, через которые наблюдали, ну, это, естественно, из истории, и делали совершенно потрясающее открытие, совершали, вот, по сути, на их плечах современная астрономия и строится. И, то есть, это как бы как исторический справочник, потрясающая книга на самом деле, она потрясающая как справочник для непосредственно человека, вот, с каким-то инструментом, который ему необходимо применить, если у человека есть телескоп. — Необходимо понять, что он там видит. Он купил телескоп, смотрит, и одну большую медведь. — Да, и он может понять, ну, во-первых, человек, конечно, прочитав книжку, поймёт, в принципе, как ориентироваться по звёздам и где какие звёзды находить. Он, вот, его, по сути, книжка обучит всем пользоваться и подскажет, конечно, как справочник, куда этот телескоп стоит направлять, когда, с какой целью, то есть... — И что там увидит. — Да, ну, то есть, по сути, это такая вот настольная книга-справочник, которая может заинтересовать каждого. — А вот к нам тут потянулись скептики-слушатели Александра Саратов. Пишет, зачем нам это? Всё равно никуда не долететь и даже сигналами не пообщаться, тысячу лет ждать ответа на вопрос, как дела. — Ну, так мы и не хотим пообщаться. Книга не преследует цель пообщаться с инопланетянами. Книга преследует... Наука, прежде всего, существует для того, чтобы изучать окружающий мир. — Отличный вопрос, как, а не зачем. Ну, как зачем тоже, но это такой вопрос, уже более философский аспект. — Но вот для человека... Почему книга называется «Любительская астрономия»? Потому что она непосредственно для людей, которые не являются учёными, но хотят... Мне кажется, космос любит каждый. Любой человек, который уезжает в деревню и наблюдает за звёздами. — Да, выходит и видит вдруг, что на небе есть звёзды, потому что в воскресе мы их и не видим. — Вот 80% жителей, например, Америки не видели галактический диск. — Млечный путь. — Да, Млечный путь. То есть они не видели... Когда в Детройте, по-моему, в 80-х годах прошлого века отключился свет во всём городе, стали поступать звонки в службу 9.1.1, потому что люди увидели, что на небе есть непонятное светлое облако. То есть люди впервые увидели галактику Млечный путь. — Свою галактику, в которой живут, кстати, свой дом, грубо говоря. — В общем, любой, кто однажды в тёмной ночи, в безоблачную погоду наблюдал за звёздами, просто не может отвертеться от мысли о том, что это прекрасно и потрясающе. Ради этого книга, собственно, и написана, чтобы помочь людям, так скажем, увидеть всю красоту, которую представляет собой космос. — Тут ещё есть нюансы. Говорят там скептики, что, мол, зачем нам это? Ну хорошо, вот они выйдут, будут смотреть на небо, а там будет сигнал какой-нибудь, и они даже не поймут, что это. — Что им уже ответ пришёл. — Да, они прочитают и скажут, ага, это, скорее всего, что-то неопознанное. То есть это нельзя сказать, что это не комета там, не звезда какая-то, не планета, не МКС там летит, не спутник, что это что-то необычное. Он хотя бы может сообщить куда-то, сказать, что вот я видел что-то необычное, какой-то сигнал в это, может, это звезда новая. Вот, кстати, зря такие скептические комментарии поступают. Ну не зря, конечно, это правильно, потому что я сейчас расскажу. Один раз новую звезду открыл путевой обходчик. То есть он просто хорошо небо знал, он просто ходил и смотрел на небо, и увидел новую звезду. И это очень такое замечательное открытие, потому что он с невооружённым глазом это увидел, то есть что-то появилось новое на небе. Вот так вот. — Ну или там взорвётся, например, Бетельгейзе, которого все ждут, когда наконец уже взорвётся. И по светимости это будет прям можно будет днём наблюдать на небе яркую точку. — Теперь я тоже знаю, я тоже буду смотреть. — И то есть такие вещи, вот, интересоваться астрономией необходимо. — Это же наш дом изучать, грубо говоря. Мы же живём не только у себя в квартире, да, мы живём ещё на улице, там, в городе, в стране, на планете. — Наша галактика, как называется? — Влечный Путин. — Влечный Путин, вот так. — И живём в метагалактике, да, то есть в нашей большой семье дружный галактик, да, и живём во Вселенной, которая, как бы, может, и не одна даже, да, то есть может ещё какие-то другие Вселенные есть. — Это тоже из физики, из теории, но всё равно, то есть нам надо понимать, что мы живём, может, в огромном мире, который мы только частично изучили. То есть вот это, мне кажется, очень нужно вдохновлять. — Буквально сегодня появились фотографии с аппарата Юнона, который летает вокруг Юпитера. И вот там фотографии настолько потрясающие по своей красоте, что вот, ну, я не знаю... — Как картина художника. — Да, то есть сразу же все стали сравнивать с картиной Ван Гога «Звёздное небо». И вот любой человек, который, наверное, увидит эти фотографии в интернете, просто там напишет Юнона Юпитер и откроет вкладку изображения в Google или в Яндексе. Я не знаю, вот первая мысль после этого, наверное, у человека будет побежать в магазин, купить телескоп. — Ну, кстати, по одной из версий, Ван Гог такие «Звёздную ночь» нарисовал, увидев изображение, зарисованное галактике водоворот. Ну, тогда ещё дула туманность. То есть эти изображения раньше не фотографировали, а рисовали кандашом. И автор зарисовал такие вот водоворот, ну, буквально такие вихри. И по одной из версий, Ван Гог этот вихрь увидел в галактике и свои картины начал писать, помните, «Звёздную ночь». То есть он вдохновился. То есть, грубо говоря, человек-то вряд ли что-то может придумать, чего нет в природе. То есть, скорее всего, он всё равно видит природу и как-то пытается выразить. — Да, отражает это. Нас спрашивают слушатели, как называется книга ещё раз. Ирина Познякова «Любительская астрономия. Люди, открывшие небо». Серия «Библиотека Гутенберга». А выглядит она вот так для тех, кто нас не только слушает, но и видит. А вопросы у нас про химию. Я хочу задать по телефону вопрос, чтобы успели наши слушатели получить книги обещанные. «Плюс семь четыреста девяносто пять. Три шесть три. Три шесть пять девять. Наш телефон». «В честь кого, а может быть, в честь чего назван элемент полуний?» Вот такой вопрос. Никаких вариантов ответов не будет. Он так достаточно простой. «В честь кого или в честь чего назван элемент полуний?» Про химию у нас тоже книга. Александр Иванов «Химия. Просто история одной науки». Вот ответите на вопросы. Мы вам про эту книжку расскажем подробнее. И вы получите, конечно, её в качестве приза, если вы правильно ответите. «Три шесть три. Три шесть пять девять. Есть желающий прополуний». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Да, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Лена. Так. Ну, этот элемент назван в честь Родины Марии Складовской-Кюри Польши. Вы абсолютно правы. Хороший, развернутый ответ. Вы, безусловно, победитель. Спасибо вам огромное. Как мне тут написали в шпаргалке, в те годы Польшу притесняли все, кому не лень. Мария пыталась привлечь внимание к проблемам своей страны. Да, да. Вы правы. Спасибо вам за правильный ответ. Как получить призы, вы узнаете у наших референтов. Про химию. Книга, химия просто... Как про химию-то просто рассказать? У меня по школьной памяти вот эти бесконечные цепочки каких-то там непонятных. В этой книге нет ни одной формулы, я так скажу. Ну, здесь красивые фотографии и картинки. Книга? И рисунки. Там и текст потрясающий, я скажу. Я пока вот только рисунки могу посмотреть. Ну, естественно, все это сопровождается изображениями. Вся книга, так вот, как сказать, проще. Если вы считаете себя гуманитарием до мозга костей, эта книжка для вас, если вы хотите понимать, как развивалась химия как наука. Потому что цель этой книги не преподнести учебный курс какой-то, а исключительно прояснить вопрос становления науки и, собственно, нашего современного мира. Потому что без развития химии как науки мы до сих пор пользовались бы палкой-копалкой. И вот любой вот этап развития человечества, любой скачок в развитии был связан с изобретением и открытием новых элементов. И, собственно, книга про это рассказывает. Угу. Про овечку доли здесь еще есть. И, конечно же, таблица Меделеева, все. Ну, книга, вот, и написал ее Александр Иванов. Это вот аспирант Екатеринбургского университета УРФУ. И он сам автор достаточно популярного проекта на YouTube, который, собственно, так и называется «Химия просто». Он имеет достаточно большой опыт повествования о химии простым языком. То есть он может показывать, например, опыты, в которых в ртуть кидается стальной болт. Так. И стальной болт плавает, как вот на поверхности воды, как вот пенопласт. Пытается его потопить, топит его, а он все равно всплывает. А после этого кидает в эту же ртуть кусок стальной, вот, уранового лома. И уран... Это опасные эксперименты. Ну... Как топить урановый лом. Да, да, так называется. Видя, собственно, как топить урановый лом в ртути. То есть это те, кто знает, что такое башорк, они должны оценить шутку. Но там огромное количество различных видео, в которых показываются очень интересные эксперименты химические. И они сопровождаются повествованием, рассказом о том, почему это так происходит. Как это... Еще и формулы появляются. Да. Вот там, на самом деле, если вы полный ноль, я, например, считаю себя практически полным нулем в химии, но оторваться от повествования невозможно. Поэтому книга, она преследует ту же самую цель, только в другом формате. Не в видеоформате. Хотя, на самом деле, по тексту книги там несколько отсылок к экспериментам, которые были проведены, например. Так как это книга тоже с историческим экскурсом, то описываются какие-то опыты, которые были проведены великими химиками. И у него, собственно, на канале есть, так скажем, повторение этих опытов, которые можно, поинтересовавшись на этим интервью, посмотреть. Как это выглядит, почитать книжку, а потом посмотреть. Интерактивная такая книжка, да. Практически. Без QR-кода, конечно, но интернет... Так, значит, читаем Александр Иванов «Химия. Просто. История одной науки». Осмотрим эксперименты где. Точно так же канал называется «Химия. Просто». «Химия. Просто». И книга, она раскрывает, собственно, глаза на то, как наука эта развивалась. И развивалась вслед за ней человеческая мысль, человеческое общество, прогресс. Все с этим связано. Я надеюсь, про химию не будет вопроса, зачем нам это надо. Потому что, да, зубная паста, смартфоны, косметика, автомобили. В общем, это нам же все нужно, правда, дорогие скептики. Давайте уйдем еще дальше в историю и зададим еще один вопрос нашим слушателям. С названием «Какого древнего государства связывается появление слова «химия» и что оно тогда означало?» Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Присылайте ваши СМС-сообщения. Правильные ответы объявим в эфире. С названием «Какого древнего государства связывается появление слова «химия» и что оно тогда означало?» Вот такой вопрос вам ждем в ваших СМС-сообщении. А вот по поводу астрономии, это все-таки надобности. Просто многие не осознают, например, того, что астрономы, например, наблюдают в радиодиапазоне пульсары. Это такие звезды быстро вращающиеся, компактные. Они излучают радиосигналы с определенным периодом. И этот период очень точный на протяжении, не знаю, десятков миллионов или миллионов лет. И по этим пульсарам можно сверять часы атомные. То есть на Земле время формируется за счет пульсарного времени, так называемое пульсарное время. То есть астрономия позволила нам сделать точные часы, по которым, соответственно, можно провести какие-то эксперименты. Потом с помощью пульсаров можно создать навигацию, что-то вроде GPS. То есть это будет галактический GPS. Частью вместо спутников будут пульсары, которые разбросаны по галактике. Например, можно путешествовать к звездам, используя пульсар, потому что они точно находятся в одном месте, никуда не сдвигаются, и всегда излучают один сигнал. И по смещению, по эффекту Доплера, когда мы будем летать, пульсар будет, ну, сигнал будет удаляться. Как маяки. Да, как маяки. Но это не совсем маяк, но все-таки. Ну, похоже на маяк, да. Похоже, да. И вот по поводу Wi-Fi. Вы все пользуетесь Wi-Fi, и Wi-Fi тоже придумали радиоастрономы для своих... Ну, для расчетов. То есть они наблюдали в радиотелескопе, им нужно было специальный метод придумать расчеты вот этих радиосигналов. Они придумали Wi-Fi. То есть стандарт Wi-Fi — это и есть астрономический. То есть, пожалуйста, вот буквально прикладные астрономические вещи-то. Про взаимодействие, собственно, астрономии и химии. Да. Вот, например... Я только хочу вас слушать и уточнить вопрос, потому что я вижу, что ошибочные ответы, может быть, просто неправильно поняли. Вопрос такой. С названием какого древнего государства связывается появление слова «химия», то есть где появилось слово «химия» и что это слово тогда означало? Не название древнего государства, что означало, а что означало слово «химия» тогда в том древнем государстве, в котором оно появилось. Ну, и, собственно, да, что это за государство такое? Про взаимодействие астрономии и химии Существовала огромная проблема в понимании того, откуда взялись те элементы, из которых состоит наша планета И которыми мы пользуемся Например, абсолютно непонятно было, откуда взялись металлы полоневые группы То есть золото, платина, платинную группу, извините, полоневой совсем же И вот буквально недавно, меньше месяца назад, произошло огромное, так скажем, по значимости Открытие Да, открытие пронаблюдали во всех просто спектрах, которые только возможны Плюс еще и гравитационные волны уловили от столкновения двух нейтронных звезд И событие, которое произошло, его назвали килоновым То есть это как тысяча новых звезд по мощности взрыв был И благодаря этому событию математически, то есть астрофизики вычислили то, что в результате взрыва появилось огромное количество тех редких элементов Которые, например, на Земле встречаются редко То есть там одних только, собственно, вот этих металлодрагоценных Там по объему появилось, как, по-моему, Луна, если я не ошибаюсь И благодаря таким событиям, то есть вот потом, откуда появились, например, менее тяжелые металлы Но так или иначе все, что тяжелее гелия Вот тоже, то есть в результате изучения звезд мы узнали Правильный ответ только скажу, потому что все ждут Правильно ответил Алексей 926-398 Ну а правильный ответ Древний Египет, который назывался хема А химия обозначала египетская наука или египетское искусство Наш победитель получает книги «Химия просто» и «Астрономия» И вдогонку еще один вопрос Опять же, смс-ки ждем от вас Что такое флагистон и кто первый опроверг теорию флагистона Пишите, получайте наши книги Роман так хорошо подкован, он, видимо, прочитал две книжки уже Ну да Да, и там все об этом сказано Там не совсем химия, на самом деле Там все-таки реакции немножко ядерного уровня Ну там имеется в виду, что это взаимодействие этих наук То, что есть Нет, есть понятие еще астрохимия Это когда находят химические соединения Где-нибудь далеко, например, нашли облако спирта И все-таки, о, там спирт И что-то в этом духе Вот такие веселые вещи Но в основном органические Органического характера То есть химия, она и во Вселенной есть Поэтому если вы интересуетесь астрономией Или чем-то похожим Вам и химию неплохо бы почитать На самом деле я бы посоветовал обе книжки почитать Да и в принципе у нас, кроме этих двух книг Вся серия будет состоять из шести Про это тоже есть вопросы, спрашивают Геологию хотят еще Еще какие-то были вопросы Про что еще будут книги? Вообще у нас эта серия будет состоять из шести книг Вот первые две, собственно, вам представили Это химия просто и любительская астрономия Кроме этого будут еще четыре Это психические расстройства Про, собственно, книг Будет рассказывать про то, какие распространенные Психические расстройства существуют И вот про то, как, собственно, можно самостоятельно диагностировать Как-то вот такие вещи Естественно, там советую всегда пользоваться Помощью специалистов этих вопросов Но книг будет, так скажем, введением в это Потом будет книга про обоняние Про то, как работает, собственно, обоняние у человека И, в принципе, природе Про лженауку То есть это будет достаточно Огромное количество вещей В том числе Религия, астрология Да, астрология То есть это огромное количество То есть под одним словом Там подразумевается сразу несколько десятков направлений И поэтому книжка, на самом деле, будет, наверное, Самая объемная по размеру во всей серии Ну, это достаточно Там много про что можно рассказать Ну, эта книга будет про критическое мышление И про то, как определить, где настоящая наука А где шарлатанство И шестая книга — это химия в еде То есть про все известные на данный момент Е-добавки Е-добавки, консерванты Глутаматы, натрия и прочее Но кроме этого, естественно, уже в серии есть продолжение Там будет про сон, ядерную медицину, мозг, старение Философию сексуальности от древнего времени до нашего И иммунитет То есть эти книги, все они уже пишутся То есть вот первая серия выходит Вторая серия вот уже пишется И выйдет, наверное, где-то с сентября, октябрь, ноябрь Следующий год Мы успеваем назвать последнего нашего победителя Это Виктор 438 Теория флагистона, теория горения Которая господствовала в 17 веке А проверка ее Михаил Алманусов Ну я благодарю наших гостей Будем ждать продолжения серии И вас с рассказами о продолжении Спасибо Всего доброго Спасибо, до свидания Как быстро Как мало Да, вообще времени очень мало Значит, хорошо разговор Что мы будем говорить про науку Замечают У нас звонки и слушатели нас принимают Дозвонились, нет? Дозвонились, нет? Да, уже есть Значит, если у нас сейчас связь будет нормальная с Гором, то Навального мы убираем, хорошо? Если сейчас связь с Гором нормальная, то пленочку Навального убираем, ладно? Радио «Эхо Москвы» До Нового года осталось 29 дней А отличные новогодние подарки для всех на сайте дедмороз.ру 16 часов в столице У микрофона Елена Лиховская Здравствуйте В эфире информационная программа «Эхо» И вот ее главные темы В Самаре несколько сотен человек пришли на митинг Алексея Навального Согласовать который отказалась местная администрация Всемирное антидопинговое агентство подтверждает информацию, переданную Григорием Родченковым В центре Москвы произошел конфликт между сотрудниками двух ЧОПов В Самаре в эти минуты проходит митинг Алексея Навального Согласовать который отказались местные власти На месте событий находится наш корреспондент Гор Мелконян Гор, добрый день, тебе слово Да, добрый день, я сейчас нахожусь на площади имени Кир Следующий осень Да, 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 да Сколько тысяч, но судя по-наравному подоградению 7-6 тысяч Полиция пыталась препятствовать проведению сегодняшней акции Администрация отказалась где-то голосовать И смотря на два решения СОТРА О том, что отказ является не платформом Власти мотивировали это проведение волшебной деклар Там, там же вода Я несколько часов назад был изнутри дворца культуры Там, где проходят санкции до живота А прямо сейчас на самой площади митинг И Алексей Навальный в эти минуты отвечает на вопросы участников акции В частности о блокировках сайтов Он несколько минут назад сказал, что упразднит Роскомнадзор Гор, спасибо Это был наш корреспондент в Самаре Гор Мелконян Я добавлю, что фонд борьбы с коррупцией сообщил Что намерен добиваться возбуждения уголовного дела В отношении мэра Самары Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность базы данных Московской антидопинговой лаборатории Которая была передана информатором Григорием Родченковым Рассказывает Алексей Осин Что у нас дальше? Записи или живой эфир? Нет, живой эфир Хорошо Янкер сделал первый вывод Поход, как отметил он, это согласуется с утверждениями Родченкова О существовании в России программы защиты спортсменов, применяющих допинг В период с 2012 по 2015 годы По мнению Янкера, все это может привести к новым санкциям в адрес российских спортсменов Приоритеты определения причастности будут касаться...